Сейчас время прогноза погоды. В нашей метеостудии Ирина Полякова. Ирина, что скажете хорошего? Ну, о погоде, как обычно, она разная и хорошая, и не очень. На Дальнем Востоке много циклонов, их дождливое влияние чувствуется повсюду. Больше всего дождей в Якутии и в Амурской области. Сильные ливни принесут спасительную прохладу в Прямуре, в Благовещенске, после стабильной 30-ти градусной жары, теперь плюс 23. И в Якутии плюс 23, в Владивостоке 21, в Чите 22 градуса. В Сибири, в юго-восточных районах, дожди, если и будут, то локального характера, короткие, и жаре они не помешают. В Красноярске и в Новосибирске плюс 31, а в западнее картина другая. Наступает грозный циклон, и вот его дожди погоду поменяют заметно. Они льются вдоль линии холодного атмосферного фронта, за которым северный ветер и прохладный воздух. В Тюмени завтра плюс 22, столько же и в Екатеринбурге, и тоже с дождями. На европейской территории России антициклон, теплая летняя погода в средней полосе, это его заслуга. Прохладный воздух с полярного Урала почувствует только на северо-востоке центрального района. Там немного похолодает, но только там всем остальным тепло. Смоленск плюс 26, Иваново и Рязань 25, и Глазунов опять 25, в Тамбове 27 градусов. На севере в Архангельске плюс 23, небольшие дожди. А на юге погода очень неспокойная, с сильными грозовыми дождями. В Сочи плюс 25, в Севастополе 27. В Петербурге ночью около 15 градусов, в днем 25-27, без осадков и в Москве без дождей. Ночью 12-14, днем около 25. Очень комфортная погода, наверное, самая удачная для лета. Спасибо. Это был прогноз погоды от Ирины Поляковой.